Вдова арабов Ум-Саляма Ум-Саляма Если бы вы знали, кто такая Ум-Саляма? Ее отец был одним из знатных и высокопоставленных вождей племени Махзум. Кроме того, он был редким по своей щедрости человеком среди арабов. За это его даже назвали благодетелем путешественника, поскольку если путники направлялись к нему или путешествовали вместе с ним, то им не было нужды брать с собой большие запасы провизии. Ее мужем был Абдуллах ибн Абдуль-Асад, который входил в число первых десяти мусульман. До него ислам приняли только правдивейший Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, и небольшая группа людей, количество которых можно было пересчитать на пальцах. Эту женщину звали Хинд, но все знали ее как Ум-Саляма, и это прозвище заменило впоследствии ее настоящее имя. Ум-Саляма приняла ислам вместе со своим мужем, став таким образом также одной из первых мусульманок. Не успела распространиться весть о том, что Ум-Саляма и ее муж приняли исламскую веру, как среди курайшитов поднялось недовольство и начались волнения. В назидание другим против них была поднята настоящая травля, настолько сильная, что сокрушила бы и огромную гору. Однако они не пали духом, не отступились и проявили завидную стойкость. Когда же травля и преследования стали уже невыносимыми для мусульман, и посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, разрешил им покинуть родину и переселиться в Эфиопию, Ум-Саляма и ее муж были в первой группе мухаджиров. Таким образом, Ум-Саляма и ее муж переселились на чужбину, оставив в Мекке свой родной дом, былое великолепие и знатную родню, прося награды Аллаха и стремясь к его благосклонности. Несмотря на предоставленную защиту со стороны Эфиопского Негуса, вознагради Аллах его за это раем, Ум-Саляма и другие мухаджиры испытывали сильную тягу к родине и ностальгию по ней. Они очень переживали из-за того, что с ними не было посланника Аллаха на благословит его Аллах и приветствует, дававшего советы и наставлявшего на путь истинный. Подобное положение вызывало глубокую тоску и печаль у Ум-Салямы и ее мужа. Затем до мухаджиров в Эфиопии начали доходить вести о том, что значительно возросла численность мусульман в Мекке. Переход в исламскую веру Хамзы ибн Абдуль-Мутталиба и Умара ибн-Хаттаба увеличил их силу, мужество и стойкость. Урайшиты смягчили свои преследования по отношению к ним, и группа мухаджиров твердо решила вернуться в Мекку, влекумая неведомым чувством ностальгии. Тоска по родине звала их туда. Ум-Саляма и ее муж были в составе первой группы возвращающихся. Однако очень скоро возвращающиеся узнали, что в вестях, которые доходили до них, были преувеличения. Тот шаг вперед, который сделали мусульмане с принятием ислама Хамзой и Умаром, был встречен серьезным противодействием со стороны урайшитов. Язычники всячески изощрялись, подвергая пыткам мусульман, издеваясь над ними и запугивая их. Они заставили испытать их невиданные до сих пор муки и горе. В таких условиях посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, позволил своим сподвижникам переселиться в Медину. Ум-Саляма и ее муж решили быть первыми переселенцами, спасающими свою религию и себя лично от зла курайшитов. Однако переселение Ум-Салямы и ее мужа оказалось вовсе не таким простым и легким делом, как это им казалось. Тяжким и печальным было это переселение, принесшее такое горе, какое не идет ни в какое сравнение с любым другим. Впрочем, дадим слово Ум-Саляме, чтобы она сама поведала нам эту трагическую историю. Ее чувства более сильны и глубоки, а описание более точно и выразительно. Ум-Саляма рассказывала, «Собравшись отправиться в Медину, Абу-Саляма приготовил для меня верблюда, затем посадил меня на него, а нашего сына, Саляму, впереди меня». Не обращая ни на кого и ни на что внимания, Абу-Саляма повел верблюда, на котором мы сидели вперед. «Еще до того, как мы вышли за пределы городской черты Мекки, нам преградили путь язычники из моего племени Бану-Махзум». Они сказали Абу-Саляме, «Если ты погубил свою собственную душу, то при чем здесь эта женщина? Твоя жена. Она из нашего рода. И с какой стати мы должны позволить тебе забрать ее у нас и увезти в чужие края?» Затем они набросились на него и силой захватили меня. Когда люди из рода моего мужа, Бану-Абдуль-Асад, увидели, как Махзумиты захватывают меня вместе с сыном, то они страшно разгневались и сказали, «Мы никогда не позволим, чтобы ребенок остался у вас после того, как вы забрали его силой у нашего соплеменника. Это наш сын, и мы его покровители». После этого обе стороны стали тянуть моего сына Саляму, пытаясь завладеть им в разные стороны так сильно, что вывихнули руку ребенка. Все это происходило на моих глазах. В конце концов, его забрали люди из рода Абдуль-Асада. Через несколько мгновений я почувствовала себя обездоленной и одинокой. Мой муж по зову своей религии и души отправился в Медину, а мой сын остался у людей из рода Абдуль-Асада, истерзанной и покалеченной. Меня же захватили люди из моего племени, Бану-Махзум, и оставили у себя». В одночасье я была разлучена с мужем и собственным сыном. Начиная с этого дня, я каждое утро выходила в долину и сидела на том месте, где произошла эта трагедия. Передо мной вновь и вновь возникали картины тех мгновений, когда меня разлучили с моим сыном и мужем. Я начинала рыдать и безутешно плакала каждый день до наступления темноты. Так продолжалось целый год или около этого, пока как-то мимо меня не прошел один из детей моего дяди. Сжалившись и смилостивившись надо мной, он сказал людям из моего племени, «Неужели вы не отпустите эту бедняжку? Вы же разлучили ее с мужем и сыном». Он продолжал добиваться смягчения их сердец и молить о милости до тех пор, пока они, наконец, не сказали мне, «Отправляйся к своему мужу, если хочешь». Но как же я могла отправиться к мужу в Медину, в то время, когда мой сыночек, моя кровинушка, продолжал оставаться в Мекке у людей из племени Бану Абдуль-Асад? Разве утихли бы мои муки и высохли глаза от слез, если бы я переселилась в Медину, а мой маленький сыночек оставался в Мекке, и я бы ничего о нем не знала? Нашлись люди, которые поняли, что может излечить мою грусть и мои горести, они всем сердцем вошли в мое положение и поговорили по моему поводу с людьми из племени Бану Абдуль-Асад, которые в конце концов проявили ко мне снисхождение и вернули мне моего сына Саляму. Мне совсем не хотелось оставаться в Мекке, ожидая, пока найдется попутчик, вместе с которым я могла бы отправиться. Я опасалась того, что может случиться нечто непредвиденное, что помешает мне присоединиться к мужу. Собравшись ехать в одиночестве, я приготовила верблюда и вместе с сыном села на него. Наш путь лежал в Медину к моему мужу, и со мной кроме сына не было ни одного из созданий Аллаха. Добравшись до Танаима, расположенного в трех милях от Мекки, я встретила там Усмана ибн Тальху, который спросил, «Куда ты направляешься, о дочь благодетеля путешественников?» «Я еду к мужу в Медину», ответила я. «Неужели ты едешь одна и с тобой никого нет?» спросил Усман. «Клянусь Аллахом, нет со мной никого, кроме Аллаха и моего сыночка. Клянусь Аллахом, я никогда не оставлю тебя одну, пока ты не достигнешь Медины», восхликнул Усман. «Затем он взял за поводья моего верблюда и продолжил путь вместе со мной. Клянусь Аллахом, в жизни у меня не было более благородного, честного и великодушного попутчика. Если мы останавливались на привал, то он ставил на колени моего верблюда и отходил в сторону, пока я не слезу с него и не расположусь на земле. После чего он подходил, распрягал верблюда и привязывал его к дереву неподалеку. Затем он уходил к другому дереву в стороне от меня и отдыхал в его тени. Когда наступало время продолжать путь, Усман запрягал мне верблюда и подводил его ко мне. Затем он отходил от меня в сторону и говорил, «Садись». Когда я устраивалась на верблюде, он подходил, брал его за поводья и мы продолжали свой путь. Усман продолжал вести себя подобным образом каждый день, пока мы не достигли Медины. Когда он увидел деревню Куба в пригороде Медины, где проживают род Амра ибн Ауфа, то сказал, «Твой муж в этой деревне, вступай же в нее с благословением Аллаха». Сам же он развернулся и отправился обратно в Мекку. После длительной разлуки разобщенная семья вновь воссоединилась, и Ум Саляма опять увидела своего мужа. Абу Саляма был очень счастлив встретить свою жену и сына. Затем события начали развиваться с невероятной скоростью. После этого была битва при Бадре, в которой участвовал Абу Саляма и в которой мусульмане одержали блестящую победу. После Бадра последовала битва при Охуде, где Абу Саляма проявил себя с самой лучшей стороны, но получил тяжелое ранение. Он продолжал упорно лечиться, пока не почувствовал, что выздоравливает, но затянувшаяся снаружи рана воспалилась изнутри. Внезапно она открылась, и Абу Саляма был вынужден слечь. Во время лечения он говорил своей жене, «О, Ун Саляма, я слышал, как посланник Аллаха говорил, если кого-то постигает несчастье, то он должен говорить при этом, истинно, мы принадлежим Аллаху, и истинно, к Нему мы возвращаемся». Затем, «О, Аллах, я безропотно принял это несчастье, о, Аллах, возмести мне его добром с избытком». Если тот, кого постигнет несчастье, будет это говорить, то Аллах непременно выполнит твою просьбу. Больной Абу Саляма проводил дни в постели. Как-то утром его навестил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Не успел он закончить свой визит, как Абу Саляма скончался. Своими праведными руками пророк, да благословит его Аллах и приветствует, закрыл глаза покойному другу. Подняв взор к небу, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, воззвал «О Аллах, прости, прости прегрешение Абу Саляме и приблизь его к себе. Возмести потерю его детям и близким. О владыка миров, отпусти нам и ему грехи. Дай ему простор в могиле и освети ее». Вспоминая о том, что рассказывал ей Абу Саляма о посланнике Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, Ум Саляма говорит «О Аллах, я безропотно приняла это несчастье от тебя, однако ее душа не лежала к тому, чтобы сказать «О Аллах, возмести мне его добром с избытком». Она просто недоумевала «Разве может быть кто-нибудь лучше Абу Салямы?». Тем не менее, Ум Саляма закончила свою просьбу. Мусульмане как никогда переживали горе, постигшее Ум Саляму, и стали называть ее «вдовой арабов». В Медине у нее не было ни одного родного человека, кроме детишек, похожих на неоперившихся птенцов. Мухаджиры и ансары почувствовали, что Ум Саляма может выбрать одного из них в мужья. Едва она закончила свой траур по Абу Саляме, как к ней посватался правдивейший Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, но Ум Саляма не приняла его предложение. Затем к ней посватался Ум Рабнуль Хаттаб, да будет доволен им Аллах, но Ум Саляма отвергла его, как и предыдущего претендента. Затем к ней пришел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, но Ум Саляма сказала ему «О посланник Аллаха, у меня есть три основных качества. Я очень ревнивая женщина и боюсь, что ты будешь гневаться на меня, а за это Аллах меня накажет. К тому же я женщина в годах и у меня есть дети». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал на это в ответ «Ты упомянула свою излишнюю ревность, но я обещаю, что призову всемогущего Аллаха лишить тебя этой черты». Ты сказала о своем возрасте, но я в таком же возрасте, как и ты. Что касается детей, то я считаю их своими. После этого посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, женился на Ум Саляме, а это означает, что Аллах услышал и ответил на ее призыв, то есть возместил ее потерю добром с избытком, дав ей мужа лучшего, чем Абу Саляма. С этого дня Гинд из племени Махзум уже не была матерью одного Салямы, она стала матерью для всех правоверных. Да не спошлет Аллах Ум Саляме свежесть райских кущ и свою благосклонность, будучи удовлетворенным ею.